А в Германии задержали террориста, который совершил атаку на автобус футбольного клуба «Борусия Дортмунд». Это 28-летний гражданин России и Германии. Напомню, автобус с игроками команды пытались подорвать на прошлой неделе. Тогда прогремели три взрыва. Кто он, организатор атаки и какие у него были мотивы? Подробнее Татьяна Лагунова. Исламисты, правые экстремисты, футбольные фанаты, хулиганы. Кого только не подозревали немецкие силовики в нападении на автобус футбольного клуба «Борусия Дортмунд». Но все предварительные версии оказались ошибочными. Взрывы организовал русский немец Сергей В. из корыстных мотивов. Он хотел сорвать большой куш, играя на курсе ценных бумаг на фондовой бирже. Несколько жилых кварталов городка Ротенбург-на-Некаре сегодня с самого утра оцепили силовики. Позже стало известно, это была спецоперация элитного подразделения немецкой полиции. Арестован один из жителей города, который пытался взорвать автобус клуба «Борусия». Доказательства вины этого человека очень серьезные. Сейчас важно собрать все улики, довести дело до суда и наказание. Полиция уже восстановила хронологию событий. За несколько дней до нападения Сергей В. заселился в тот же отель, где жили футболисты «Борусии». Постояльца хорошо запомнили менеджеры. Он попросил переселить его в номер похуже, но с окнами на улицу. Видимо, чтобы наблюдать за движением клубного автобуса. И в нужное время дистанционно привести в действие спрятанное в кустах бомбы. До этого он взял в банке кредит и купил 15 тысяч опционных сертификатов. На сумму почти 80 тысяч евро. Чтобы потом реализовать ценные бумаги, играя на падении курса акций «Борусии». На биржевых спекуляциях он планировал заработать до 4 миллионов евро. Если действительно кто-то пытался разбогатеть, убивая людей и влияя на биржу, это отвратительная форма жадности. Это преступление отвратительное, шокирующее и очень глупое. Хотя бы потому, что если человек покупает опционные сертификаты накануне нападения, он не останется незамеченным. Ввиду финансового и экономического кризиса в банке обязаны регистрировать каждую сделку, каждый трансфер своих клиентов. Если о мониторинге Сергей В. не знал, то в технике разбирался хорошо. По данным полиции, мужчина получил электротехническое образование и был работником теплостанции в Тюбингене. А вот где он научился работать со взрывчаткой, пока не ясно. Футбольные боссы, игроки Баруси и фанаты уже поблагодарили полицию за эффективную работу. Силовики же тем временем расследование продолжают. Не исключено, что у арестованного были сообщники, которые помогли перевезти и спрятать взрывные устройства. Сейчас их разыскивают. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.